героев на месте но пока вот пока у лжи гейминг более-менее хорошо но есть одно но все все что у них есть погибает под фатал бандами все погибает под фатал бандами то есть если падает голем если банды вешаются на тимбер и натаска еще не дай бог на какого-то милищника которого лжи гейминг возьмут прямо сейчас то тут уже не будут уже смотреться поувереннее поярче знака соут броня стакается получил фатал баунс ушел на зиберчейн это пока его били у него армор стакнулся риген хороший легион очка вот это понесло понеслась вот если бы ну мы закрыли вот если вам гентинг 2017 если бы мы закрыли название команд я бы подумал что это вообще иллюминацион мод потому что такие герои пошли которых до этого в пиках вообще не было легион командир тасик тимбер хорошо 100 глаз не мозолит эти персонажи чтобы их надо видеть вообще легионка в том числе здесь хороша потому что она сама снимать саленс снимает саленс прежде всего это стронг диск был конечно который нужно учитывать при за так но с другой стороны но опять-таки против вот этих вот контакт ников милишников у тебя и пассивка будет у тебя и в нужный момент то что если что можно будет варлока до начала драки вырезать ну да это хорошо но вообще раз там я вот сейчас считаю что как-то уже снизу получше все смотрится но мне нравится снизу герои которые хороши против милишников первую часть это акс варлок airspirit а тут представлю замес 5 на 5 то что там големы акции камешки земель и летают и я очень не представляю как lgd гейминг будут выигрывать замес вначале их только тимбер вот только тимбер и только тимбер их спасает при всем этом у нее белос пик у нее белос пика и могут взять то что хорошо заходит против всей этой движухи какой-то стрелок конечно в идеале если бы это было диналды сами lgd гейминг забавили они правильно сделали и забирают инвокеры lgd гейминг вот это поворот хочу поворот все правильно под легионку будет сан-страйк во первую туда драки 5 на 5 против милишников опять-таки метеориты бласты колл снайп и форс спирит но все хорошо с волос вообще прекрасен да и мэби 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 инвокер не стареющая классика инвокер идеально заходил для нюбе потому что он тоже был типа стрелком который будет раздавать свои ники пока передовой будет тонковать 3 милишника и голем а теперь что время алхимика пришло шторма будет ли это инфест бомба точно нужно же было бы инфест бомба можно было с аксом конечно на что он спирита просто проще на опять-таки из сена своем фирменном шторме первую карту он вытащил мы помним этот момент он героически вырывался больше всех урона нанес и ну просто был хорошим шторм спиритом поэтому они бы сделали ставку именно этого персонажа просто потому что но и сил отведи на ноги у нее не пошло на чтобы спереди он просто великолепен что взяли этого героя опять же попеку он тоже сюда зашел инфест бомба была нужна пожалуйста но инициация какая-никакая поехали поехали смотреть 3 заключительная карта lgd gaming newbie пики интересный пик красивые несколько нестандартные может быть но и за это мы любим этот китайный сэл ван дженте как раз таки в перерыве пошел в twitter написал что действительно я получаю от сегодняшних матчей колоссальное удовольствие просмотра игры причем каждый карту какую карту не взять это везде очень классная макроигра очень хорошие драки 5 на 5 все все жмут у всех все замечательно и ну красиво вот немножко смущает только немножко горчат лаги которые периодически на трансляции возникают но на перфор ловских серверах в остальном прекрасно просто прекрасно пристал три катки во всех да ну тут реально команды стоит друг друга и можно сказать что в китае вот так получилось что тут среднем 5 6 коллективов и все они играют ну плюс-минус на одном уровне так у нас на террением пошел под смогом как оставить в арт а тут же рубик пробежался под смоком поставил парк есть сейчас найдет его и раз перед ур спирит все поймет дарь спирит увидел рубик рубик увидел спирита и оба понимает где примерно расположены в арты должны догадаться и распит попытается рубика взять как а пытался сделать ботиплок соответственно телекинеза просто откидывается виктория виктория пытается отойти за не погоня в количестве трех людей отличный шарц экзи умеет играть на этом персонажа подтягивается персов который тверлинг тс по трем героям сам немного пхп просил конечно на данный развороте fatal bounce в общем так разменялись любезностями разменялись способностями и разошлись вард ребята из лжете чужой сломали ну естественно сюда пошел клик здесь тоже бард будет разрушен все четко рубика и раз передали информацию это было важно вард будет уничтожен давайте представим туда игроков посмотрим на кого катается так начну пожалуй с нее без сена фирменом шторм спирите в центральном коридоре фэйв суппорт варлок юнайн керри лайфстиллер здесь 1 спирита в руках как а ну и кипи айна оффлайн акси сейчас один момент фото загородный парагонах на мою звери залетает айшард заблокировали проход потоки отсадит какая здесь остался все но если нашел возможность пройти мимо мэри погибает первым это ферст плат ставить там и без дела купил к капер нет первым сделали лжете феррус баттенбокер сделал фраг а потом позже погиб вот так в базе лжете все здорово все круто что насчет баунтирун забирает одну акс на следственно верхней линии на нижней на нижней а верхней где одна баунтирун легион команд разбирать так ну по одной баунтиру не досталось игрокам ну вот такое вот начало давайте представим лжете гейминг джексинг сыграть на легенд командор сложной соответственно здесь теперь соу от оба виде стоит мэйби на инвокере икзи сыграет на пускар чеки но и соответственно виктория на руки так что по линиям по линиям интересные моменты уже акс пошел на легкую трипла от небе отправилась в топ и соответственно на это реагирует лжете отправили легенд на верхнюю линию вместе с робиком постоять рядом будет если что тускарность будет трипа против теплы ну а снизу противостояния акса и теперь сон вот так такие расклады стараются небе наказать лжете за миличного саппорта врывается на регион командора поднимает рубик логию 909 продолжает питывать урон и бьет легион командор легион командор очень плотный за счет пассивочки развороте сумелось леру убить и если я не ошибаюсь там фэри файр был какой-то жесткий заюзно то ли от легионки то ли кто-то дал ну пассивочка еще он как бы сделал контрудар и за счет этого отхилился хорошо принимаете сил жить и вот этот вот натиск стороны не пенебе конечно будучи триплой в харде они должны навязывать борьбы должны играть первый номер должны играть агрессивно гнобить триплу противника но вот если так отдаваться конечно никакой победе речи быть не может юнайн погиб легионка получает ассист не парман шилд соответственно полный полный порядок она это будет самая живая та самая интересная линия должна быть 6 персонажей здесь собралось видим что есть возможность у тускара делать отводы чем он конечно же и пользуется это приятный бонус заблочить можно фэйфу фэйфа есть один центре но пока он то не идет центр инвокер против шторм спирита классическая линия классическое противостояние оба хорошо отыгрываются тесно как а пришел попадается им роли удар под крипами мои большие проблемы танго можно слушать отходит по тавр ну да конечно есть распирит определенные удобства доставляет но в целом не критично пока мэйби не погибает пациент аваром будет зарабатывать себе свои перчатки и выходить хэндов милец но и снизу снизу тимбер ну я не думаю что здесь какие-то проблемы должны быть у него стоит против милишника у него есть пор маншелд если вдруг каким-то образом не закрутить его акс я вот стараюсь понять зачем они пошли триплой в hard если они в итоге стоит в харде не триплой а р-спирит ушел роми то есть я все-таки ожидал что они как-то стараются под на поднадавить на рубика на таска каким-то образом их опускать за счет того что варлок на линии довольно таки сильный саппорт на место этого они просто бросили бросили 9 1 и нападает на инвокера ноги молодец инвокер стоит у него имеется об север вард он даже не подставляется при этом имеет хороший крипстат и чего не скажешь а лайстиллеры которому реально тяжко как-то вот странно почему так решили сделать сейчас еще раз нападут крипов то не убивали одинаково вместе с лекаркой шторм погиб, инвокер забирает фраг и там терегинаем падает, юнайн бьет его сроки больно очень лайстиллера при этом у него нету рейджа он умирает остается один варлок и по-моему все это задумка провальная надо ньюби просто уходить с этой линии ньюби сейчас просто чудят они реально делают то что они делали в прошлой игре против антимага они пришли в карт и умирали там вот сейчас они делают почти то же самое мы это исполнил интересную штуку он дал метеорит внезапно видимо нас где-то да просто подловил по момент под клацнепа метеорит под крипами возможно когда там что он заходит дает ремнант стычку я тут такой вот 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 теперь наконец-то уходит ластлер низ и я в итоге до конца не понял чем вообще был план зачем они шли в харду если вот так вот все решили сделать то есть было очевидно что миличник у которого единичка армора вряд ли сможет выдержать натиск трех героев которые активно разбивают ему лицо как а находит есть перед носом икси разбегается не сразу же в разные стороны ну вот сейчас может быть сапнувшись линиями очень получше полу пойдут дела у кино на всяком случае хотя бы перестанет убирать с другой же стороны его ожидать эти берсу почти шестого уровня хорош если поистояли когда вот если поистояли один на один может быть быть было более-менее нормально атака пошла через скол сна пытается все взять метеорит сверху есть хороший камень на помощь торс перед тем же возможно хватит чтобы си пробита сноуболом добивают просто-напросто ставит сидел замедляйте 5 хочется играть а просто не поспевает за икзи хотя бы от полных агеры может быть и получится даст с открыл эти большие проблемы погибает ответа так пошла на фейфа пару ударов спина ты бокер еще один минус камень крутится вертится теперь большие проблемы рубик руби погиб и мэйби пытается уйти есть колл снэп на развороте может быть и тебя пытается атаковать как же хорошо отыгрывает мэйби но дэмэджа не хватает опять-таки в большом плюсе остался до дали суппортов шторм очередной раз погиб при этом инвокеры очень скоро уже купится минус так что секс по не будет все хорошо и надо как-то не убиво карабкиваться из той сложной ситуации в которой они сами себя поставили видишь что джидельно а вот насчет того что суппорты на верхней линии получали экспоза убитого власти ли ранее быстро подняли себе лево за счет этого них появляется возможность производить такие ганки которые не только что осуществили на центральном коридоре и можно продолжать не останавливаться то есть пускай хорошую четвертый уровень сапог венды очень быстро рубика тоже четвертый уровень тест на нюки у него имеется можно ходить и уничтожать героев с другой стороны раз перед правда тоже неплох в последних сражениях потом xp поднял но вот смотри три четыре четвером с четвером приходит а их видно на варде их видно на варде никак они не смогут подойти может быть получится у них наказать таска за руну но здесь также подходит рубик и любое наказание нивелировано появляется руна инвиза забирает ее xz тем временем акс фармит крипов и сюда уже рвается тимбер поднимает рубик акса закидывает его на чакрам и акс бежит что есть мочи неудачно просто неудачная шарс была неплохая комбинация то чакрам изначально теперь сон не попал на рубик этот чакрам закинул акса однако все равно дэмэджа не хватило хотя момент был хорошим конечно по итогу не дало сделать фраг но тем не менее если мы проведем какие-то промежуточные итоги подведем промежуточные итоги мы увидим с вами на 7 минуте доминацию стороны лжете в частности корр герой очень хорошо себя чувствует инвокер легион командор тимбер со каждый получил должный фарм каждый получил должный старт дальше будет проще прямо сейчас хотят забрать акса акс пока не подразумевает о том что хочет дать ему легион дуэль подходит сюда тимбер закидывается страйк очень быстро отваливается аксевич та самая комбинация которой мы говорили не зря был инвокер взят на последней стадии под легион кусок точнее инвокер да под легионку был взят просто потому что под дуэль может дать это очень хорошо работает поставляю и в те временем под упор на себя и шар цвет болт получает два суппорта бьют конечно нужна помощь одного из коров потому что стягивать стал айф стилер там еще рядом и эр спирит большие проблемы могут быть тускар есть но полного использоваться перед ноги промахивается снова легион здесь хочется дать дуэль конечно дуэль все еще 15 секунд можно так забирать чисто с руки телегенез геннайт большой проблем погибает он санстрайк в итоге уходит в никуда однако здесь же падает раз перед не смог уйти ну и сети один против всех трипл килом пахнет убивает 1 2 но и теперь и акс перерубил 3 но вот так вот и опять таки приходит во время спешит на помощь но он выручает команду он ты так же делал также поступал в первой карте также поступает но просто потому что команда его страдает по всем фронтам он вынужден брать игру на себя такие мувы они помогают спасти ситуацию но просто потому что смотрите власть вера 2000 над форсов за 8 минут его скоро таск догонит такими темпами она желательно больше не умирать ну а легиону конечно хочется нападать тогда когда все таки дуэль уже откатилась очень хороший момент выиграть дуэльку но джексинка пришел стоп без да ну и раз уж так хорошо идут дела у лжи диту по идее вообще ни в коем случае нельзя сбавлять обороты по идее может тимир дальше продолжать стоять сверху может вообще за хочу ты не затир 2 tower и вести себя очень нагло пока у акса нету блинк даггера а в это время легион командор дальше стоит сложный и не дает жизни лайфстиллер у нас и до сих пор пятый уровень бегут за ним на юнайна успеет ли догнать фейсбутс фейсбутс да да там успеет просто больше тут же были фейсы у легионки но просто ушел от тебя было и так на безопасной дистанции еще и фейси прожал но но вместо того чтобы надавить и не решили немножечко ослабить давление и сделали довольно таки обычным образом поступили инвокер пошел фармить лес с медасиком у него тут просто замечательный фарм если что поможет со страйком а рубик в это время стоит миди и получает 6 раз перед то же самое принципе делает также против рубика стоит на центральном коридоре также получает 6 хорошо скастованный магната есть может раки переворачивать какая-то прекрасно понимает поэтому нужно 6 вот сейчас близится момент когда они убит смогут перевернуть игру у них очень скоро появится у акса blink вот и плюс есть голем на варлоке так что после этого нужно пойти убить например какого-нибудь тимбера или может быть мэйби ворот перемещается вниз продолжает то есть когда будет атака властелера чтобы под дуэль дать например того же самого голема и банды банды конечно же кстати в арту тут его не видят то есть он прячет сейчас увидел сейчас варту видел то знают ребята из лошади что здесь бегает варлок рядом поэтому на ластилер нападать особого смысла нет но ластилер медленно и уверенно выходит свой аромет перчатку уже себе приобрел но может быть что-то тут конечно перетянется вот жить и чтобы втроем наверняка за проект но видим что потягиваться из си и возможно будут проблемы уже у джек синга что у нас верит со всем рядом это очень опасно его прекрасно конечно же видели ребята и отжить и оттягиваются подходит что в это время инвокер продолжает фармить фармит мид фармит свои леса а мы фармит легкую линию он выходит свой конечно же пластол в общем-то ну кор герои набирают свое что-то можно добавить идет стандартная игра на повышение количества артефактов на карте на пятки знаю что это опять же третья решающая карта она может быть сверхосторожной здесь ребята могут формить очень долго и не по одному от по два по три себе лишних а это мы только потом вступать в бой я думаю что личных телодвижений не будет с другой стороны конечно наличие блик дагера но вот предрасполагает к тому чтобы гиби пошли в атаку то что до использовать а ну кой черт покупать это блин если его не тратить скажем так но он кстати быстро фармить блинком крипов забрал такую прыгнул следующую ну вот эти именно есть плюс если мангварда нет значит отойти с блинком атаковать давай посмотрим два варда у них стоит вдоль реки на своей территории исключительно противника не видят только в составе одного персонажа на нижней линии все больше единственное что по моему немножечко не туда прилетела аксу так понимаю он хочет ворваться вместе со спиритом вторым как варлок уже стоит снизу и продолжают получать experience делают ставку на то что с большой вероятностью будет движение пепси снизу и кстати они угадывают направление с картером пошел в бой атака на лайфстиллер она может быть совсем уж не выгодный заходе так снырять на легион батл хангер даже в спирит есть магната из голуби зато сноу пол какой же то сейф и си правда рядом дальше голем залетел все-таки большие проблемы сейчас у их зигзи погибает тебя и выживает и сидят дальше разбирается с рубиком ну что голем дуэль пошла лайфстиллер должен погибать под дуэлю минус 1 теперь со 100 подоспят теперь со диспочкой людей повырезать когда все еще работает и штука неприятная теперь со сможет ли побывать людей на развороте отзыва очень хорошие воды которые накрывают акса минус 3 суммарно на крыльчей р спирит остается шторм спирит маны очень мало и все знают что сейчас вообще без опасался минус 4 можно пятерых убивать мэйби корс на через девять секунд пробивает просто с руки джексинг идет рядом дуэли все еще нет лишь окан который замедляет разорки если пытается подраться пробивает вас руки вся команда санстракт не точно но и дэмэдж хватает джексинг делает ультракилл я хочу сказать я хочу сказать что икзи бог да я я хочу сказать то что вот таск казалось бы его пикует редко но как же он хорошо заходит со своим сейвом как же здорово он прячет своих же союзников сноубол и это почти три секунды спасение три секунды спасения потом еще можно куда-то покатиться здорово очень здорово и плюс рубик рубик в этой драке своровал голема и во многом благодаря тому что он своровал голема им хватило урон для того чтобы убить всех рубик также красавчик отработал свой курс не работали то и благодаря работе суппортов соответственный корр герой получили свой бонус особенно легион подовольный армлет пожалуйста 1200 голды вот если пащить им перцов прям к этому момент моменту этого файта имела bloodstone вообще идеальный замесли лучше и не придумаешь но и так тоже хорошо выиграли мне уже порядка 7000 видим по экспе тоже 7000 люби пошли удивлять я стояла то что люби возьмут топ-3 на мейджор бостону с такой игрой не знаю топ-8 максимум что светит как они же есть проблемы с в игре с китайскими коллективом давно известно я понимаю да но у них проблемы я просто вижу тут проблемы с китайскими коллективами у них проблемами у них проблемы с походом в трепло треплой hard вот у них только с этим проблемы когда они играют без вот три плыв харде они более-менее себя покажут когда они идут три плыв hard они все время устраивают все hard mode в котором они дают противнику среднем 7000 голды до 15 минут а потом стараются переворачивать как это было в прошлой игре я думаю что это звучит примерно так так то мы пойдем кэш повоюем там если что если вы да 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 вот так почти так и есть хорошо снеслись там те временем вышку на нижней линии тоже свою вышку они собрались защищать переместились через т.п. обордели конечно не эти точки они все прекрасно увидели тоже аташкой ну и 8 15 счет нас 15 минут встреч преимущество лучше типа продолжает расти они чувствуют себя силу они просто вперед но самое главное не знают что у фейфа нет голема викторий вообще никакой способности еще не сворована просто противника не видит на карте хоть что нибудь по сваровать врывается вниз нападают на юге 9 забирают его и очередные 14 дэмэджа для легион командора первые 14 это были плюс десятки ну и в целом на пацан страйк работает действительно здорово blink появилась очень быстро вот благодаря тому ультра кило я рамлет себе поднял очень быстро блики очень круто и вторую вышку будут забирать тем временем пошел сплит пошли из сих хочет плацтон сихочет аваруси хочет тирк тир 2 на тир-1 где сначала можно забрать тир-2 вышкой после этого пойти на рошана тир-1 вообще сверху можно и отдать можно забрать тир-1 в миде ничего не остается ними как просто бежать убегать наверх и в это время тимбер миде начинает настакивать пассивочку рошана заходит слушает хорошо компенсировать только потерю тир один товар на тир-2 но при этом еще и рошана причем это немножко не палевно ты как бы бьешь мид и мало кто догадается что ты бьешь рошана но вот все прекрасно понимает что он спереди слайстером нападает на рубик рубик успевает поднять шторма забирает рубика но при этом тоже дается и что он легион командор не может прыгнуть вперед и по-моему хороших и 5 крутится вверх за голем залетает рубик то уже в таверне сорвать ничего не сможет 1 2 драка пока пользу юбе гейминг что дальше инвокер может просесть silent залетает тифаут использует конечно 1 1 1 1 1 но он играет как сейчас тянет убьет его акс давай 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 плод почему не приму ну ладно испугался видимо слышно и подтягивать это герои уже от респаунили суппорт они хотят давать рошана слишком много за эту драку уже 2000 колты выиграли пашан играю пола стилеру он хоть играется перезают жить и получается из шарс перекрывает проход видим мастера на 100 с 1 денежник там и пока он там находится можно разобрать его тиммейт в случае прогнать вот легионка заходит по дуэль волрос панч туда армии там пытается ластер как-то еще жить и не было санстрайка но все равно джексинг убивает противник правдивых ловит рубика рубика ловит подходит что он спирит летит таскану таск успевает спрятать сам себя в шарик летит за варлоком ну варлок довольно таки плотно и успевает убежать в это время аксеевич прыгает на тимбер и все-таки он его разрубил остается красный легион за которым полетел что он спирит но маны не хватило и легионщик выживает все еще забрать очередные полторы тысячи плюс они делают камбэк нет сейчас очень героически отыгрывает мне это напоминает navi против alliance на интернешн ли 5 игрок где у них такая же была движуха на рошане наверно минуты 3-4 они рядом с ним воевали что-то похожее в итоге кто из кор героев вышел в плюсе но очевидно что что ром спирит неплохо поднялся все же он там неплохо маневрировал да там делал фраг какие такс по идее тоже видим что купил себе став инвокер погибал ты неприятно но не хенд оф мидас он своей смерти компенсирует хорошим флангом и айки собирает все таки рошан достался он же делать это вся возня которая происходила последние две-три минуты она все-таки суммарно должна быть пользоваться не смотря на потери денег потому что эти сейчас это возможность идти вперед не боясь противника и dps огромный небе могли бы попробовать поспит пушит но они очень сильно проседают инвокер делает больше демиджа чем что он спирит а легион командор у него тут плюс 34 урона в принципе того что ластера немножечко перегоняет так что ну вообще надо как-то небе принять замес как только есть голем то есть вышки вообще давать нельзя надо биться насмерть иначе уже здесь с этими с этим айгисом заберут 6 урок и после этого небе вообще не спут вот 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 так и рецепт на блэкинг борт бедный ластер бедняжка 17 ну да мне кажется если бы он пошел в лес он бы больше нафармил нежели он в харде стоял в расти 7 смертей ну да это неприлично много 7 смертей в конце игры обычно считается очень много для керри перефитил а это еще и не конец далеко не конец я бы сказал так рубик может стрелять между прочим но правда его не видно тут одна проблема сейчас залетает наглую плывом тесто чтобы спереди не дотянулся но рубика между прочим сам на полотники сам залетает куда хочет колдснет на фейпо пошел есть голем успеет откинуться фейфа одни стали его добивать легион хотел дать дуэль все-таки дают или бакса надо забирать через анстрайк несмотря на камень на забрали залетает голем тем временем тускар спасти не смог ноги падает один герой второй герой и магната есть ману есть ману шторма залетает забирает рубика продолжу они закончились правда да варлок спасает игру для пацанов переворачивает акс колен переворачивает вторую драку тускар не стал засеивать я смотрел что он снова использовал не спас из-под голем таску нужен блин год по хорошему таску просто купить blink как только кто-то в кого-то врывается напрямку это акс с ластером просто прыгаешь блинка кастуешь snowball и три секунды ждешь идеальный сейф только нужно как-то вот свое время еще и по начале этого года что джеракс активно показывал как нужно на этом тускари разваливал всех и вся его боялись все команд картерный те на пятом инте где он за второе место он на этом таске дошел до того что этого таска начали банить первой стадии потому что он мало того что сейл всех вот таким образом так он еще и очень круто отгораживала шардами это было типа как фиссура шейкера по старым чертежам вот вон приносит эти самые старые задумки в новый коллектив это важно вот что он спирита можно подловить только блатстон купил только блатстон купил и как же умирать то не хочется придется ведь спрашивать никто не будет и разорвали секунду разорвали и такой довольный ростом я не довольна мне жалко стало штурм спирита я честно за него переживала только купил блатстон я знаю насколько это неприятно по своему только покупаешься завет артефакт который фармил 20 минут и тебя сразу половина его скажем так могущество лишает не половина треть а тут 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 бегает у нас точнее летает на стиллер который находился непосредственно в драконе вылез рейдж поражал армии там играем пока выигрываем а вот против тебя все будем выигрывать на мне точно раз играем камень об андас на развороте легионка нырять дальше приз атак на себя никого не боится пойдет варлоку убивать а только не то буквально 6 секунд еще осталось чакрам залетает голема нет варлока спасти просто нечем в итоге зарабатывают фраг могли кстати подождать немного чтобы ребенка дуэль активировал пару секунд так минуточку внимания все кому я рассказывал о том что небе основной фаворит на менеджер нет они уже не основной фаворит менеджеры в топ-3 не заходит ни в коем ни в коем случае не ставьте на них вот так как ты порезал там одного матча меняешь свое решение так это не один матч это игры это три игры я обычно ставлю на результаты на то что люди работают над собой постоянно показывает хорошее действие вот я обычно ставлю на стабильность стабильность мастерства я считаю что этот матч вообще не показатель готовности думаешь они там левой ногой играют да нет я не говорю что они сейчас расслаблены играют они играют свои силы сколько они способны играть но я знаю что бостон мэйджа не смогут еще больше нет почему-то я в этих ребятах не сомневаюсь вот кто кто вообще я то свое предположение сделал в пользу китайцев на этом бостонском мейджеры когда выигрыш кто выиграет я не знаю но я думаю что в топ-3 две команды должны быть викс и не уби правильно а вот я чё-то викс не уверен совсем не знаю если бы не спросили обужину лжете ставил они так они так бахают не ксяу это стандартный ксяу это который в топ-3 войдет подожди ксяу это тут нет я говорю про этих лжиде про тех людей я даже не вспоминаю потому что не будет две замены подожди так это лжиде не едут так я понимаю говорю но если по не ехали я бы уже ставил на них они реально хороши вот они уже достойны быть моими мальчиками они не уволены кстати говоря опять-таки продолжая эту тему lgd имеет возможность поехать на бостон мейджер вот если айджи виталити опять-таки им второй раз в последний уже получается вам скажут визах следующие по списку идут lgd гейминг главный претендент на топ-1 мейджер бостона мейджер бостон так все там заскринили да надо твитнуть еще ну что смог те временем от lgd гейминг 2115 отправляется далекое путешествие обзавелись новыми артефактами и без агонимом есть хенд оф мидос не забываем шива появился у а magic sing с бака бэшка это мы тоже уже видели но если конечно блин став еще у кит не взял себе сабля появился временем у юнайна и возможно будет атака залетают через дуэль быстро пытаются от ластилера но ластилеры быстро взять не получится он пережил дуэль что дальше а дальше его просто уничтожает болька залетел смог датайзе говоря очень серьезные ауешки дальше шторм спирт пошел раскладывать противника покажите же вы все но трубику только только погибает то есть и заканчивается ресурсы для драки получает пласт улетает максимальный запас mp в сторону 4 в 2 размин уже диксинг убегает смотри на эти хп боже мой янка чудом остал живых что он спирит уходит но и драку все-таки выигрывают лжи д ну хотя опять таки в экономических показателях здесь равенство потому что они бы были изначально в худшем положении но тем не менее легионка теперь сов живых остались и они все лавры забирают себе а под лаврами подразумевая деньги и бабки и экспо и левел очень приятно то что выжил шторм шторм этой драки классно залетел спину отлично растамажил инвокера и всех остальных очень много дэмэджи мне за счет своих ремнантов и что начинает потихонечку создавать иллюзию камбэка потому что у него дела налаживаются он уже догоняет легион очку ему не хватает буквально тысячи голды он очень скоро купит себе саленс и саленсом а сможет затыкать либо инвокера либо тимбера и есть свет конце туннеля рустам он есть он маленький в районе одного процента но он называет его из и по-другому свет вот так просто можно продолжить ну да и сину на шторм спирить нужном батя он несмотря на все вот с ним приключения что приключились на том что произошли на первые 25 минут даже первые 20 он справился он продолжает собирать хорошие артефакты по-прежнему в драках чувствовать себя неплохо убивать конечно людей не получается тяжеловато это сделать но свой урон он вносит он помогает убивать тем это умирает а он не умирает от тоже вообще конечно вот дуэли цеплять вот ластилер вообще уже не хочется хочется цеплять штурм спирита у него просто нет легенд сферы и он весьма уязвим не 1600 хп под рассказ от инвокера вот элементарно сан страйк и опять-таки легионка будет пассивки ударять я думаю что со штурм спирита должны просто что же штурм спирит не подставляется под дуэли находится слишком далеко инфест инфест бомба готова его видно на варде сален смеется обо всем знают лучше те могут подбайтить но пошел не туда шторм но он не торопится нападать сам он видел конечно легион ластер на это дело смотрит облизывается тоже он хочет убивать крипов но нет оси вы не упускает да и свет с тех я буду фармить а ты сиди во мне на тимбери сильно там опять там от магната и вот это вот слишком много урона вау я разносится в разные стороны эти бирсов тоже помогать своей команде таким образом активировал пайп так ну чтож смог санта тиберка говоря переживает и вот у подтопилась иллюзия тур спирита кстати говоря это может дать знак но не контролирует момент не уби залетает первых акс на этот раз вы пошел метеорит от секунду взорвался инфест бомба иницирует инвокер пытается взять снова пол шикарный за сэвили инвокер может быть а викторию удастся съесть юнайном но голем залетел где страдает прямо сейчас но пол уже нет виктория тоже проседает также погибает и минус 2 в это время разобрали трех героев уже лжи си гейминг остается теперь со остается легионка и конечно же инвокер ты паутором спирита уходит ластера беги тебя не заметили не заметили убегаю бегаю бегать инициация от бога со стороны уже день в одну секунду стерлякса как-то штурм спирта не ловит это больше всего смущает драку они хорошо а с другой стороны траку выигрывать казалось бы но ты смотришь на что раз перед а вот заряд на был стол не заработал после замеса и смотри как у варлок игра пошла вот тот самый варлок который кинул голема в драки смело отправился в таверну но в этот момент голем зарабатывает денюжки и у варлок это хорошо дела идут варлок уже обогнал акс эскарды варлок уже очень скоро доберется до эр спирита но потом там аганим рефрешер хекс и варлок имеет потенциал имеет у рубика вот дела плохо смотрю драки одним из первых погибает к штаб раз это шторм спирит когда против тебя играет шторм рубику тяжело спастись даже не успевает купить и глимер кейп какой-то видит мэйби мэйби с эгисом браться не стоит так вот рубик есть такое ощущение что он как талисман своей команды вот его берут на ферс пик вообще пофиг там есть есть что воровать или может быть нечего воровать там нужна его пассивочка для резистора не нужно его просто беруту как талисман бегает это значит это дело одного замеса то есть вот сейчас мне конечно не получается ничего наступит такой момент где не допустит ошибку и рубика не зафокусят а он сворует голема такая драка уже было снизу и вы вспомните что там произошло с командой мы помним даром мы помним но проблема лишь том что штурм спирит качается у него все появляется все больше и больше артефактов и надо как-то возможно таску пересесть на ворды чтобы у рубика появилось хоть что-то опять-таки глимер какой-то условно будет тем временем lgd собираются вместе и по имеется айгис леген сфера только подлетела к мэйби мэйби сейчас взять и убить нереально сложно плюс ко всему это дезолятор для легионки то есть дуэль выигрывать будет намного проще да и в целом после дуэли перед или можно носить огромное количество урона с руки но и самое главное конечно же это возможность лучше пушить на только один дар буквально сделать по тавру чтобы добавь сработал от и золя а взлетел теперь со пытались подхилить выстроились салют теперь сов есть дуэль пласт на развороте переживают lgd окс падает шторм падает джексик под бкб нарезает юной на все еще баба вгрызается а мы к паре ген 55 в секунду как его убивать магната и сработает ему все равно и голема кидает фэйв прям на голову чтобы убить теперь сова него убили это да но 4 уже потеряли это того как же живет теперь сон невероятно живучий персонаж не того нет ни того не били ни того героя не били теперь самый плотный самый прочный самый живучий у команды ржиде забирают бараки дефить никому просто никому что он спитка же появится и был плацтауна на хороший респаун номер тайминге а мы прилетать ставлю тоже между прочим зарядов куча еще куча и осталось забирать верхнюю линию ну что ж без лайфстиллер конечно вступать будет не хочется кулдауна на ключевых способностях нет голема драться сложно и отжить и могут попытаться забрать еще вторую сторону и потом уже отойти он наглостью будет конечно заход и на нижнюю ну что сбивает обхивал барлоку с помощью торнадо бараки пробиваются легион кстати говоря побаивается даже пара кибить акс на исходной позиции акс без плейдмейл может просто ворваться просто согреть влетают опять-таки на камера опасно тогда что он спирит дальше мимо пронес и поднимают на телекинез и дуэль сразу шторм спирита шторм спирит за дуэль погибает без майбека там ластиллер загрыз таки под рейджем викторию но он остается теперь без рейджа варлок байбека и ценит голема поэтому него абсолютно все равно два героя без байбека два кора без майбека ну и соответственно бараки здесь будут добиваться я думаю что на нижней линии смысл зайти пошел акс вместе со слушай сир спирита магната издали крутится вертится смогли забрать пускара даже правда на этом заканчиваются небе заканчивается их движение по сетке весом был плейт лжете просто был плейт действительно очень хорошее исполнение стратегии очень хороший спорт очень хорошая позиционка как бы как бы это просто не звучало но тимбер стоит на передовой тебе купил там себе pipe купил большое количество хп и все это время просто и делал только то что впитывал а в это время его команда дамажила ну и дамажили инвокер с легион командором хорошо знали очень здорово от первых файтов конечно где отмечался рубик за хайлайтил они краски первый самый ключевой замес два суппорта выиграли для команды где ультаркил сделал джексинг а после этого уже получив такой хороший буст а теперь со с ним walker легионка они были настолько сильны что убивать их даже после всего рассказ что удавали небе было нереально просто вспомните последний траки к жил мэйби не мэйби а а мы на тебя с другой стороны смотри небе поедут в бостон lgd gaming поедут в гентинг но еще не факт еще не факт они точно они добрались до гранд-финала небольшие мац и из общем-то и ньюби имеет возможность также поехать не солдат в анджетик какой расклад на данный момент и так всего осталось два матча завтра первый матч это игра в нижней части сетки где сиди и си встретиться с небе это будет best of 3 дальше победитель этой встречи пойдет играть lgd в серии best of five и именно там в гранд-финале решится судьба путевки на и салван джетик вот такие расклады так что и у ньюби и у лжи гейминг прекрасные шансы того чтобы поехать этот самый турнир как же в общем то и у сиди си с одной только отметкой с одним только уточнением что уже дешево побольше ибо они уже в гранд-финале и будет намного проще нужно только один матч сыграть и выиграть его соответственно да но сегодня день был конечно супер какой-то активный сумасшедший я бы даже сказал но и самое главное что он был богат на красивые игры в первую очередь огромное количество хайлайтов можно наделать из этих шести карт что мы с вами сегодня посмотрели нереальное бесчетное количество файтов пять на пять с кучей камбэков переворотов все это подарил нам сегодня китай все это подарил нам сегодня и салван джентинг и я как комментатор вот с моей позиции очень доволен надеюсь что и зрителям тоже понравилось это какие тебе эмоции дим по сегодняшнему дня я рад просто я очень рад ну что ребята всем большое спасибо за просмотр на протяжении сегодняшнего дня и части вечера для вас работал дуэт комментаторов адекват и light of heaven был рухаб на сегодня трансляции больше никаких не будет от рухаба поэтому желаем вам хорошо провести вечер в компании друзей или своей семьи но уже завтра завтра в 10.30 московскому времени заходите наши каналы китай продолжится будут финальные матчи будет dpl и завтра стартует lan финал dream лиги это уже европа потянется поэтому будет очень интересно всем еще раз пока пока